Аллаху акбару, Аллаху акбару, Аллаху акбару, Аллаху акбару. Главный праздник мусульман Курбан-Байрам. С раннего утра верующие спешат к главной мечети Махачкалы, чтобы совершить праздничную молитву. Аллаху акбару, Аллаху акбару, Аллаху акбару, Аллаху акбару. Здесь собрались тысячи людей, все вместе они прославляют Всевышнего и молятся за благополучие. Имам столичной мечети обратился к прихожанам с наставлением и напоминанием о значимости праздника. А затем следующий день. Этот праздник более величественный, даже чем у Роза Байрама. А самым достойным, лучшим и самым любимым для Всевышнего Аллаха из всех благих деяний в этот праздничный день является приносение в жертву бурбан жертвенного животного. После обращения имамоверующие приступили к коллективной молитве. Праздничный намаз считается особо желательным в исламе. По его завершению верующие начали поздравлять друг друга и обмениваться добрыми пожеланиями. Самый великий праздник мусульман. Самый великий – это единение мусульман. Это завершение всего хаджи. Самое любимое дело для Всевышнего – это жертвоприношение. Конечно, это планируется. Без этого нельзя. В каждой семье хотя бы один баран должен быть порезали, покушали. И угостить, угостить, раздать и так далее. В таком плане. Курбан Байрам. Я поздравляю всех мусульман Дагестана с этим светлым праздником. Пусть Аллах даст всем здоровье, даст всем сабр. И мир будет во всем мире. В Дагестане в первую очередь, иншаллах, братство было, чтобы между нашими мусульманами и всем. Всех искренне поздравляю. Пусть счастье будет во всех семьях, иншаллах. Баракат будет в каждой семье. Всех семей поздравляю. Прекрасным днем. Желаю крепкого здоровья, благополучия, всего хорошего. Желаю, что взбылось в этом году. Радость. Я с детства помню, с детства уже. За баранами поднимались горы, спускались. И такая радость была. У всех ждали Курбан Байрам. Такой праздник, который уже остался в сердцах и который мы будем сопровожать до конца своих дней. Как вы планируете отметить эти дни? Мы сейчас поедем, старших поздравить, поедем вместе с ребятами, поедем. Завтра хочу в село поехать, там тоже порезать барана. Сегодня тут будем резать. Так вот, по гостям, по друзьям ходить. Ну, получать удовольствие от праздника. Впереди у мусульман главный обряд праздника – жертвоприношение. В Махачкале для этого организовали три спецплощадки. На территории старого ипподрома, рядом с духовным центром имени пророка Исы и возле района Кирго, которую мы и посетили. Овцы и бараны главные на этом торжестве. Здесь они представлены самые разнообразные. От тощих до мессистых. И каждый из них призван стать причиной спасения верующего в судный день. Выбор жертвенного животного здесь достаточно большой. Представлены даже верблюды. В основном овец и баранов привозят из горных районов республики. Барашки с Чародинского района, с Гусагорного района. Чистые, экологически чистые, поливные. А так порода одна и тоже меринос. Килограмм, вес, вес сколько приблизительно? Смотря каким клиентам, у кого денег мало, тем меньше. У кого много, тем больше. Ценовая категория разная. Начиная от 9 тысяч и выше. В зависимости от состояния и массы животного. Каждый выбирает по своим возможностям. Нам посчастливилось сегодня прийти сюда, выбрать барашку. Надеемся, что Всевышний примет наш хурбан. Всех поздравляем с этим благочестивым праздником. Желаем, чтобы Всевышний просил грехи. В данном случае барашку мы будем резать за отца. Во второй половине дня постараемся за себя порезать, чтобы Всевышний принял. Я режу за мужа. Муж у меня в Украине был, приехал чуть-чуть. Уже выбрали барана? Да, выбрала барана тоже. Не знаю, что делать. Тут кручусь, верчусь. И шала все это. Я за мужа резать приехала сегодня. Пусть Аллах привет. А меня Аллах. Чтобы баракад, у всех все было хорошо. Здесь для удобства посетителей работают специалисты по закланию и разделке туши. Перед жертвоприношением прославляют господа. Резчиков здесь порядка 150 человек. Обслуживающего персонала здесь, волонтерам, где-то человек 200. И помимо них еще есть, которые на стоянке регулируют движение, их тоже человек порядка 100-200 человек. Это совместно с городскими службами, ветеринарную службу, они осматривают, проверяют, откуда бараны пришли, у всех ли справки. По системе Меркурия они их проверяют, чтобы больные не попали бараны сюда. В праздничные дни обычно у нас вот здесь забой бывает порядка 5000 баранов. И чтобы люди чувствовали праздничное настроение, мы вот каждый год оформление все лучше и лучше делаем. В этом году сделали фестиваль мяса, скачки. Это все вот для удобства людей, чтобы вот не только они пришли порезали. С детьми могут прийти и посмотреть. Вот это все делается, чтобы атмосфера праздничная была. Праздник Курбан-Байран призван объединить мусульман, укрепить узы братства и любви, а также это прекрасная возможность накормить бедных и обездоленных. Отпраздновать с родными и заколоть жертвенное животное можно будет до захода солнца 12 июля, отмечают ученые ислама. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.